Я сделал, я сделал. Мы не всегда это подчеркиваем, но я думаю, что иногда это очевидно, иногда есть косвенное влияние в том смысле, что видится, вы сами видите эти аналогии. Я, как всегда, предлагаю, думаю, что это принимается, начать с посвящения наших духовных усилий тому, чтобы все наши воины были благополучны, чтобы пленные вернулись домой, захваченные были освобождены, ранены и выздоровели благополучия всему еврейскому народу и всем хорошим людям, кто с нами. И напоминаю о своей жене Люба Бат Михаэль, предложившей много усилий для понимания этих текстов, два года назад ушла из жизни. Итак, мы с вами возвращаемся к книге «Схарья», но столько проблем вокруг, или, можно сказать, информации вокруг, что мы все-таки заглянем в книгу «Эзра». И, прежде всего, хочу напомнить вам по опыту, я понял, что и по вопросам я понял, что, может быть, как-то не совсем мы усвоили датировку. Давайте коротко постараемся повторить ее. Итак, наша проблема 70 лет, которые предсказал Иерем Ягу. И в его предсказании содержится несколько сроков, несколько точек, которые определяются от начала отчета, как 70 лет. Его предсказание и так сказал Бог, когда исполнится 70 лет Вавилону. Первое – вспомню я о вас. Второе – исполню доброе слово мое. И третье – чтобы вернуть вас на эту землю. Напоминаю, 440 лет до нашей эры Новохудный цар под стенами Иерушалаема утвердил на старство Йоакима. С этого момента начинается его власть над землей Иуды, хотя Иерушалаем не заквачен, Иуда не разорена. Но царь как бы в его власти должен подчиняться ему. И напротив этого, как бы напротив этой даты 370 год, это падение Вавиля. То есть Вавиль достиг власти над Иерушалаемом. Эта власть продержалась и 70 лет, и Вавиль пал. Исполню доброе слово мое. 438 год до этой эры, через два года после падения Бавиля, напротив этого стоит через 70 лет, 368 год, декларация Корыша, позволившая сыновьям Израиля возвращаться в Иерушалаем и отстраивать храм. «Чтобы вернуть вас на это место». Место в Торе ассоциируется с храмом, в главе РЭ, можно посмотреть там. Видно, что когда речь идет о месте, то речь идет о месте храма. Мы помним, что Иаков спал на месте определенном, он спал на месте храма. И вот, чтобы вернуть вас на это место, речь идет о храме 422 года нашей эры. Это разрушение храма, 352 год до новой эры, возобновление строительства храма после долгого перерыва. И завершение строительства храма, оно было завершено очень быстро, практически в течение года. Так как, мы помним с вами, здание не было разрушено до конца, оно требовало восстановления многих работ, но это было можно сделать довольно быстро. Теперь, что произошло с 368 года по 352 год до этой эры, с декларацией Корыша до момента завершения храма? 366 год до этой эры на престол поднялся Ахашвирош, запретил работы по восстановлению храма. 362-й пира Хашвироша, который он отчитывал от года изгнания Йоахина. Мы помним пленение Йоахина за 11 лет до разрушения храма, 432 год, минус, да, 362-й год, когда он устроил пир, получается 70 лет, 362-й год, как мы видим, это третий год его правления. Здесь понятно, что может не совпадать на один год, потому что еврейский год перекрывает, как бы может приходиться на один год или на другой прилежащий, как бы примыкающий или следующий за ним год. Поэтому разница в один год не важна, 362-й год, можем сказать, третий год правления Ахашвироша, и как раз 70 лет после изгнания Йоахина, Галот Йоахин. 359-й год женится на Эстер, 357-й год родился Дарий II, 355-й год, 352-й год Ахашвирош умер, 352-й год, Дарий II, как мы помним, Дарий II, как мы помним, сын Эстер, и второй год его правления – это год, когда, как бы, прорывается пророчество, три пророка, о том, что нам известно, Харья, Малахи и Хагаи получают пророчества, связанные с продолжением строительства храма и со всей обстановкой, которая в Иуде и в Бавеле. Вот, и это год, это начало строительства храма, его завершение, вот, а дальше найдено старое разрешение, мы об этом поговорим. Это такое напоминание, повторение, а мы сейчас с вами посмотрим, посмотрим то, что нам важно, то, что нам важно из книги Эзра, надеюсь, что нам это дополнит картину. Ну, так, открываем с вами книгу. А, вот, что я еще хотел с вами сделать, может быть, несколько неожиданно, хотел посмотреть такой момент. Мне кажется, очень интересная историческая аналогия. Мы помним с вами золотую статую, которую установил на выходный цар в Бавеле через год после разрушения храма и заставил ей всех поклониться. И то, что сыновья Израиля склонились перед этой статуей, фактически своим действием, приняв на себя вечную власть Бавеля, это вызвало гнев Всевышнего. И если бы не Ханани и Мишаэля, а Зария, как мы помним, которые отказались склониться перед статуей, Всевышний говорит, я бы превратил весь мир в ночь, просто забрал бы свет. Вот мне и интересна такая, может быть, историческая параллель, похожая на то, как император, правитель Наполеон, как вы понимаете, Бонапарт Наполеон в каком-то смысле заставил евреев поклониться, признать вечную власть Франции и отказаться от идеи возвращения на родину, хотя сам он планировал захватить Палестину и обещал евреям отстроить храм, но все это исключительно под его властью. И вот в 1806 год Наполеон издает декрет о собрании евреев, похожего на Сангедрин, не выходят раввины и влиятельные люди, состоятельные и влиятельные люди. И Наполеон очень хотел заручиться поддержкой евреев во всех странах, но в то же время он не хотел, естественно, давать им полную свободу. Это отдельная история, но мы сейчас остановимся только на вот этом моменте созыве Сангедрина. Члены этого собрания должны были быть выбраны префектами из среды раввинов и так далее. Их посылали как представителей, и перед ними это собрание состоялось. Его возглавлял Равин Кремье из Италии, потому что Италия находилась в то время под властью Наполеона. И собранию были прочитаны 12 вопросов. Поставлены 12 вопросов. Цель Наполеона создать орган евреев, но в то же время быть абсолютно уверенным, что они его верно подданные граждане 100%. Можно ли евреям иметь несколько жен? Разрешается ли еврейской религии развод? Действительно противоречится ли религия французскому кодексу? Имеет ли право христианка выйти замуж за еврея? Являются ли французы в глазах ревеек и братьями или чужими? Считают ли Францию своим отечеством евреи, родившиеся во Франции? Кто выбирает раввинов? Какова политическая власть? Есть ли запрещенные еврейским законам профессии? И так далее. Все вопросы, которые должны были, скажем, убедить или обязать евреев признать главенство французского закона по приверженности Франции и так далее. Мне очень напоминает эту ситуацию с золотой статуей. Если здесь не было самой статуи, то идея была та же самая. Признайте, что вы верноподные граждане Франции, которые совершенно не стремятся к возвращению в землю Израиля. И ответы, которые были получены, они удовлетворили Наполеона. Многоженство запрещено с XI века. Развод по судебному приговору допускается. Брак с христианами не воспрещен. Это было написано Наполеону тем, что Тора запрещает брак, но это с древними народами, дикими. А христиане, они вполне и вполне цивилизованные люди. Евреи считают французов братьями по родине, а Францию своим отечеством. Раввины не имеют судебной власти. И так далее. Самое главное, то, что меня здесь интересует, это отказ от своей родины. Понятно, что ситуация очень трудная. И задача не прогневать властителей и правителей, которые довольно благосклонно относятся к евреям и готов не ущемлять их права, хотя это еще не решено, и в годы французской революции это не было. Утверждено равноправие евреев. И понятно, что ситуация очень трудная. Как нужно было бы поступить в такой ситуации? Трудно сказать. И понятно, что трудно было не поклониться золотой статуе. Но мы видим, что Всевышний Треб как бы разгневался, когда поклонились перед этой статуей, признав вечную власть на Вахуменцара. То же самое здесь. Признать своей родиной Францию – это страшная посылка. Понятно, что эти ответы повлияли на ассимиляцию евреев в Франции. Но меня вот как бы интересует, я раздумываю, что нужно было бы сделать. На мой взгляд, либо отказаться собирать такое собрание и сказать, что нет у евреев права собирать сангидрин в Галуте, в изгнании. И уже тем самым признать, что изгнание – это ненормальное положение. Либо хотя бы в одном пункте. Понятно, что все остальное тоже проблематично. Но хотя бы в одном пункте обязательно нужно было сказать, что евреи считают своей родиной Израиль, стремятся туда вернуться, чтобы построить храм. Пускай под властью Франции, но наша обязанность быть в Израиле и построить храм на благо всего человечества. Представляется, что это как бы необходимость. То есть было совершенно необходимость сделать. У вас могут быть другие мнения. Давайте мы сейчас не будем обсуждать этот вопрос, потому что, может быть, он не основной. Но на нашем занятии хотелось бы продвинуться в понимании эпохи схарья. Но, тем не менее, в конце занятия попробую вас спросить, что вы думаете, как нужно было бы поступить в такой ситуации. Я предлагаю либо отказаться от такого собрания, и это проблематично для еврейских общин, понятно, либо хотя бы в одном пункте заявить, что наша родина – это Израиль. Почему я так говорю? Мне кажется, что это вывод из пророков. Пророки, которые даны на все времена, мы видим эту статую, которая построила Новокудный царь, и мы видим гнев Всевышнего, о котором мы будем говорить в пророке схарья, насколько он был сильным. Но мы уже знаем, что Гемара говорит, что в тот момент, когда склонились к предстатуе, Всевышний хотел превратить весь мир в ночь. Это же какой-то, как говорят, мессер, какое-то послание всем поколениям. Не отказываться от родины ни в коем случае. Привел вам противоположный пример. Или, может быть, похожий на ситуацию в Бавиле – это, как вы помните, самолетное дело, 1970-й год, попытка угнать самолет для того, чтобы добраться до Израиля в условиях, когда выезд в Израиль полностью закрыт, дипломатические отношения после Шестидневной войны разорваны, и выезд прекращен полностью. Я думаю, что вы хорошо знаете людей. И, скажем, для меня главным героем, не знаю, справедливо это или нет, но для меня главный герой – это Юсеф Менделевич. Здесь он совсем молодой. И этот поступок похож на Ханане и Мишаэля Азария, которые спасли мир. Посмотрел Всевышний на Ханане и Мишаэля Азария, и посмотрел на всё советское еврейство, еврейство молчания. И ради этих людей, которые пошли на такой поступок, он открыл двери, двери возвращения в землю Израиля. И здесь мы видим противоположность Франции, что кто-то должен найтись. Хотя бы кто-то должен найтись. Лучший, если это руководитель народа. Но хотя бы кто-то должен найти, кто скажет в любой ситуации, всегда, при любой золотой статуе, при любой могущественной власти Бавеля, скажет, наша Родина – это Израиль. Это представляется как бы... Вот и представляется это учением пророков, выводом пророков, выводом из Харья, к которому сейчас мы подойдём. А пока с вашего разрешения книга Эзры, из которой можно вынуть, вытащить, так сказать, несколько очень интересных моментов относительно этой эпохи. Возвращаемся к декларации Корыша, с которой начинается книга Эзры. И мы здесь видим, что сама эта декларация весьма проблематична, как и отмечают наши мудрецы в Талмуде. Так сказал корыш царь Параса, «Все царства земли дал мне Бог всесильный, небесный, и повелел он мне построить ему дом в Ярушалайме, чтобы иудеи». То есть, по крайней мере, из этого текста, который, наверное, соответствует исторической реалии, хотя она, может быть, и не отражена в исторической декларации Корыша, в так называемом Глиль Корыша, в цилиндре Корыша, но, скорее всего, он понимает могущество Бога, могущество Бога Израиля, верить в правоочество Иеремиягу. И вот он говорит о том, что Бог ему повелел построить дом в Ярушалайме, в Иудее. «Кто из вас и всего народа его, которые поднимутся в Ярушалайм, чтобы иудеи, и отстроить дом Бога Всесильного Израиля, того Бога, что в Ярушалайме, да будет Бог его с ним». Очень интересное заявление. То есть, вся ответственность возлагается на основе Израиля. Он говорит им построить храм и говорит, кто из вас пойдет. Речь не идет о какой-то помощи. Дальше мы видим, что помощи от Корыша нет. Тут, то есть, он ставит сыновей Израиля в ситуацию очень тяжелую, прийти в разоренную иуду, окруженную, в которой живет множество врагов, и начать строительство храма. Это большая проблема. И тем более он говорит только об Ярушалайме, не говорит о заселении всей страны. И поэтому наши мудрецы говорят, что Корыш уж не был таким большим праведником, можно сказать, народов мира, не был таким уж праведным царем, тем более, что мы увидим в дальнейшем, что он очень быстро отменил свое разрешение вообще. Но здесь мы видим, что никакой помощи нет. И он повелевает помочь тем, кто отправится в Ярушалай, им помочь, но это должны помогать еврейские общины и своей казны, и своего войска он не дает ничего. «И поднялись главы семейства Иуды и Бениамина, и священники и львиты, все, чей дух пробудил Бог, подняться, отстраивать дом Бога». Здесь интересно, чей дух пробудил Бог, подняться, отстраивать дом Бога. Мы понимаем, что подняться в такой ситуации могут только люди духа. Но эти люди духа начнут новую эпоху. Все окружающие помогали им, а царь-корич проказал достать утварь Бога, который на выходной царь вывез Иерусалайма. Ну, тоже не так мало, большое спасибо ему. А вот жители, мы смотрим вторую главу, а вот жители страны, напоминаю, что это книга Эзре, а вот жители страны, возвратившиеся из плена изгнания. Жители страны. Очень интересно, с чем это связано, что вернулись не только сыновья Иуды и Бениамина, вернулись и вернулась и часть десяти колен. И для того, чтобы не говорить, а вот сыновья Иуды, или не говорить, вот сыновья Израиля, потому что Израиль, он уже воспринимается в такой коннотации, как северное царство, как десять колен, сказано, жители страны. И это само по себе свидетельство, что возвращаются десять колен. Кто, в каком количестве, трудно сказать, но вне всякого сомнения, если даже первые дни возвращения, так сказать, не пришли, то потом был поток из мест проживания десяти коленов. Каждый в свой город. Посмотрите, что здесь происходит. Коррж сказал, Коррж сказал в Ярушалае. Они рассыпаются по своим городам. То есть, у них есть люди из Иуды, которые идут буквально в свои города, потому что они изгнаны оттуда, это старые люди, но есть люди, которых есть из десяти колен, у которых есть память, где они жили, и они возвращаются в свои города. Почему? Почему они возвращаются в свои города? Потому что у них мечта, потому что у них мечта заселить землю Израиля, они ожидают приток своих братьев, и чтобы можно было начать соблюдение седьмого года и пятьдесятого года, что возможно, только когда большинство сыновей Израиля находятся на земле Израиля, и они заселяют всю землю Израиля. Это их мечта. Можем вспомнить о том, что Ихаскель начинает свою книгу с отчета год, когда он говорит, когда он получает пророчество, он указывает, отчитывая его от последнего ювеля, от последнего пятьдесятого года, который соблюдался в Израиле. То есть это мечта, мечта заселить всю землю и начать соблюдать закон. Теперь те, кто пришли за Рубавелем, за Рубавель, как мы знаем, или как говорят комментаторы, и это не так трудно вычислить, он быстро вернулся в Бавель. Почему? Потому что, естественно, что вот это заселение всей земли, оно вызвало недовольство Корыша, и зарубавил он потомок царя Давида, и он его отозвал, чтобы не было попытки поставить царя, организм, возродить царство. То же самое можно сказать и у Мордехай, Мордехай оболшан, Мордехай, владеющий семидесяти языками, он тоже, как мы с вами представляем из книги Истер, возвращается в Персию. Почему? Есть разные причины, я бы сказал причины, та же самая, Мордехай из царского рода царя Шауля, царя Шауля, и также Корыш не хочет, чтобы он оставался в Иуде. Теперь мы видим, что у нас с вами присутствует здесь, когда указаны города, у нас присутствуют здесь и жители Байтеля, и жители Ерехо, вот они, жители Байтеля, Ая, здесь у нас будут и жители Ерехо, уроженцы него, что это такое? Это города, десяти колен, куда они возвращаются? Всего возвращаются певцы потомки Осава, 128 человек. Раши говорит о том, что это те певцы, которые повесили свои кеноры и которые сломали свои большие пальцы, порвали голосовые связки, 70, не 70, здесь меньше, это возвращение, насколько у нас получается, 52 года, 52 года назад. именно они в первую очередь устремляются в Израиль, как мы с вами говорили, что они относятся к тем, кто оставался вирус до конца и сражался за свободу. Теперь мы видим, одну секунду я должен решить одну проблему дома, одну секунду. И вот мы с вами видим, из потомков священников, сыны Хавайи и так далее, здесь отсутствует стража священников, которые были на службе в момент разрушения храма, потому что почти все они сгорели во время разрушения храма. Это стража или можно сказать семейство Юарам, их здесь нету в перечне. Дальше мы видим, здесь перечисляется, что после перечисления числа совершивших исход, которых набирается здесь вся община вместе 42 360 человек, мы видим, здесь говорится, не считай рабов, рабынь, лошадей, мулов и так далее. Зачем нужно перечислять количество лошадей, мулов и так далее, чего не было при исходе из Египта, ну, понятно, почему, потому что, если так можно сказать, нужна какая-то масса, потому что масса совершивших исход, она очень небольшая. здесь дальше мы говорим, и наступил седьмой месяц, а сыны Израева были в города, и они поднимаются, собираются для того, чтобы построить жертвенник Всевышнему и приносить жертвы, как написано в Торе Маше, то есть принесение жертв не только допустимо, но необходимо, даже когда нету еще храма. То есть это может относиться и к нашим дням, очень важный вывод для наших дней, потому что есть, мы знаем место, на котором стоял жертвенник, и достаточно восстановить жертвенник по всем его правилам, для того, чтобы можно было приносить основные жертвы, даже когда еще не построен храм. Так что в наше время, в общем-то, ничто, кроме политической ситуации, не препятствует принесению основных жертв. Есть много возражений, говорят, что в наше время не нужны жертвы и так далее. Обо всем этом можно договориться внутри народа, можно постараться объяснить смысл жертвы и так далее. Если не будет консенсуса, в конце концов, можно приносить хотя бы воскурение из трав, но ничто не запрещает, сейчас не препятствует принесению, возведению жертвенника и принесению жертв. и здесь говорится об восстановлении храма, о восстановлении храма, скорее не восстановлении храма, а о работах на территории храма и горы, а многие священники левиты и главы семей, старики, те, которые видели первый храм, плакали во весь голос, когда закладывали на них, когда закладывали на их глазах этот храм. Храм еще не построен, он закладывается, но они уже видят, насколько он меньше, никаких средств нету, естественно, откорыша нету, тех средств, которые не получили от общин недостаточно, храм будет очень-очень такой мецумцам, как говорят в таких сжатых рамках, и они плачут, потому что они понимают, что того величия, о котором они мечтали, которое они ждали 70 лет, они не достигнут. Все выглядит очень так серо, смазано, то пророчество Иеремьяу, которым они надеялись, что оно исполнится как не в меньших, так сказать, красках, не в меньшем величии, чем выход из Египта, этого не произошло. А многие разом восклицали, крича во весь голос. Те, кто не видел первого храма, те, кто был помоложе, они радостно кричали только от одного того, что исполнилось пророчество, и есть надежда, что Бог с ними. И очень волнующая фраза дальше в книге Езра, и не мог ему народ отличить голос радостного клика от голоса плача народного, ибо очень громко кричали люди, и далеко разносился голос. Восторг был огромным, когда захладывали хлам, но не все были в восторге, некоторые плакали. И услышали враги Иуды и Бениамина, что бывшие знанники строят храм Бога Всесильного Израиля, у нас здесь нет дат, но мы понимаем, что события разворачиваются очень быстро, что по приходе в Иуду очень быстро, в 368 году до этой эры очень быстро поднимают жертвенник, начинают закладывать какие-то основы храма, и тут же приходят враги, и подошли они к Зарубавилю, главам семейств, и сказали им, мы будем строить с вами, ибо как и вы, мы обращаемся к Богу вашему, и ему приносим жертвоприношение со времен Эсархадона, царя Ашурского, который привел нас сюда. Привел на самом деле первых переселенцев сюда Санхирив, вместо жителей Десяти колен, он начал заселение, Санхирив начал заселение территории Десяти колен чужими народами, но мы помним историю, которая описывается в книге Малахим Бет, что Всевышний послал львов, которые начали нападать на новых переселенцев совершенно как бы вне всякой пропорции, то есть было понятно, что происходит некоторое чудо, и переселенцы жаловались Санхириву, Санхирив прислал священникам Бога этой земли, чтобы они научили служить переселенцев Богу этой земли, и ничего из этого не вышло, когены, которые, два когена, которые были присланы, присланы к этим племенам, они действительно научили каким-то основам Торы, но те продолжали и служить, как говорится в книге Малахимы, служить Всевышнему и приносить жертвы своим богам, это было при Санхириве, но переселение закончилось, Санхирив закончил переселение, потому что увидел знак Всевышнего, увидел гнев Всевышнего на то, что землю заселяют чужие народы этого поклонники. Со времен Асархадона в более поздний период была еще попытка заселения, и со времен Асархадона перестали поклоняться идолам, начали приносить жертвы Всевышнему, хотя хотя не полностью перестали поклоняться в Иидуам, и не было осознания единства Всевышнего, это то население с точки зрения отношения ко Всевышнему, которое было в земле Израиля, вот теперь они приходят и говорят, что мы будем строить храм вместе. Ответ был Зарубавеля и Яшуа первосвященника, не вам строить с нами дом Богу нашему, лишь мы все будем строить дом Богу Израиля, как повелел нам царь Корыш, царь Параса. В строительстве храма не могут принимать участие идолы поклонники, потому что строительство храма это действие не физическое, а духовное. Построить, как мы помним, построить дом Богу, это не для того, чтобы он поселился в этом доме, а для того, чтобы божественное присутствие, его благословение, божественное присутствие распространилось в среде народа. И как всякая заповедь, строительство дома Бога должна осуществляться людьми, у которых есть четкое понимание, что они служат одному Богу и они исполняют его повеления, а не просто возводят какие-то стены для украшения или как другие народы для того, чтобы был храм, где якобы кто-то живет. и и стали люди той страны подрывать силы народа иуды и отпугивать их от строительства, а по воцарению Ахашвироша в начале царства него написали они наветно жителей иуды Ирушалайма и в дни Артахшасты верноподного писали Артахшасты. Мы не будем вдаваться здесь. То есть, а потом, если мы понимаем, что из-за наветы этих людей строительство храма было остановлено. Вот. И они предлагают посолить место храма, чтобы навечно был разрушен храм. Да. Вот. И здесь мы видим, тогда приостанована была работа над храмом Бога в Ярушалаиме до второго года царствования Дарьявиша, о котором мы все время говорим. То есть, Корош приостановил эту работу и сдал указ запрещающий возведение храма, который он сам и повелел строить, так сказать, по собственной инициативе. Поэтому скажем, праведность своего короша она под большим-большим вопросом. И вот когда приходит второй год царя Дарья, тут пророчествуют Хага из Харья из Харья и их Малахи, может быть, немножко позже и призывают, как мы видели, Хага из Харья, они призывают приступить к строительству храма без разрешения царя. Действует запрет Короша строить храм и нужно встать и нарушить запрет правителя по слову пророков. Это большая проблема, как мы понимаем, потому что возведение здания такого, оно воспринимается как оборонительное сооружение, а дальше позволят они восстановят стены и будут противостоять персидским правителям, а потом потребуют освободить их и сделать отдельным государством. Это то, что представляется, то, что может произойти, это может вызвать сильнейший гнев царя. Самовольное такое строительство храма. Теперь, что мы с вами говорим, что мы видим? В то время и сыновья Израиля начинают строить храм. В то время пришел к ним Татнай, наместник Заречья, и Шетарбазнай, люди, которые поставлены по расам управлять этими областями, и сообщники их, кроме тех, кто управляет Рушалаймом, и сообщники их сказали им так, кто дал вам приказ строить этот дом, возводить эти стены, кто это вам разрешил? Им ответили, что мы строим храм Богу, «И было над старейшинами иуды око Бога, и Бога их, и не прекращена была работа». То есть правители иуды, среди них первосвященник Яшуа, они взяли на себя ответственность и не остановили работы, подвергая опасности себя и народ, потому что таково было слово пророков, и Всевышний защитил их. Непрогречена была работа, а дело было постно к Дарьявишу. И вернулись, дело постно было к Дарьявишу. Что произошло? Что произошло? Так сказать, наши люди в Персии, они сказали Дарьявишу, а что Корыш дал разрешение, а то, что он дал запрет, они не упомянули. Они очень хорошо знали, что был запрет Корыша. Они сказали так, а ныне, если сочтет царь за благо, пусть проверено будет в казначействе царском, там в Бавиле, был ли действительно дан приказ царем Корышем отстроить этот храм Божий в Ирушалайме, а волю царскую об этом пусть пришлют нам. Вот с такой инициативой обращаются к Дарьявишу, надо же проверить, в Персии идут как бы закон прецедента, если был такой прецедент, храм дано было разрешение строить храм, значит, уже нельзя запретить, это какой-нибудь исключительный случай, когда можно отменить предыдущий приказ, ни в коем случае, было дано разрешение строить храм, так обращаются к Дарьявишу те, кто при его дворе. Тогда царь Дарьявиш отдал повеление и проверили в книгах хранилища, где хранили сокровища, там в Бавиле, и найден был в кожаном мечте во дворце, что в стране Мадай, один свиток, а мне он написан так, памятка, в первый год царственной царя Корыша отдал царя Корыш повеление, да будет отстроен храм Божий в Иерушалайме, дом, место, где приносят жертвы, а основы его будут прочными, высота его 60 локтей, ширина его 60 локтей и так далее, три ряда больших камней нашли разрешение с подробным описанием внушительного сооружения храма, а как же нашли, а почему не нашли запрет? Опять же, наши люди, они были везде, они были во всех бухгалтериях, где считают доходы царя, они были песцами, они были хранителями свитков, или они уничтожили приказ Корыша, или они его не послали царю, или при каком-то случаи хранилища были истреблены, хранилища были истреблены, а вот опять же, наши люди сохранили одну копию, какие-то такие варианты, но в любом случае все получилось очень хорошо, хранилища. И Татнаю, и Татнаю, и наместнику Заречья, и другим лицам, которые хотели прекратить строительство храма, было сказано, чтобы они не приближались к Иерушалаему и не мешали строительству храма. И окончили они этот храм третьему дню месяца Адара, год, что был шестым годом царствования царя Дарьявиша. Это полностью был закончен храм, а основные как бы его элементы были возведены за год. И праздновали они с радостью праздник Мацы в Песах семь дней, ибо обрадовал их Бог и обратил к ним сердце царя Ашурского, чтобы укрепить руки их в работе над храмом Божьим Богом Израиля Бабель иногда пророки Ехискель называют Ашуром и хотя царь Персидский почему-то по какой-то причине здесь вспомнили, что Бабель часто называли Ашуром. У меня нет объяснения по какой причине. Давайте мы здесь остановимся и разберем с вами вопросы. И я как всегда конечно приготовил с вами для вас первую главу из Харья, подробно разобрать с пророчествами, но я думаю, чтобы не комкать материал, мы это сделаем с вами. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов обсудить. И вот я просил вас обдумать начало нашей лекции. как бы вы поступили, если бы вы жили во Франции и были бы раввином или с каждым состоятельным человеком, который пригласили в такое собрание. Пожалуйста, ваше мнение, ваш ход. Пожалуйста. Ну, можно было сослаться на ну, так сказать, подтвердить что, подтвердить верность Франции, просто не называть его отечеством и сказать, что наша, так сказать, религия нам, так сказать, повелевает жить в стране Израиля, так сказать, не уточняя, что, в общем, надо из Франции уходить и так далее. И кроме того, добавить, я бы, так сказать, добавил, если бы, так сказать, был там, что согласно нашим мудрецам, необходимо иудеям необходимо соблюдать все законы страны, в которой они живут. Да, замечательно, замечательно. Еще можно было сказать, и мы обязаны молиться о стране, о ее будущем, в которой мы живем, и соблюдать ее законы, да, но наша обязанность вернуться в Израиль и отстроить храм до блага всего человечества. Понятно, что может быть реакция была бы не такой благожелательной, как была реакция Наполеона на ответ СН Ядрина собрала в 1806 году, но делать нечего, да, делать нечего, идею нельзя, идею нельзя предавать, нельзя предавать идею, потому что, да, потому что есть и это поколение, и следующее поколение, да, и оно же, оно же не будет, не будет знать или не будет говорить о том, что вот наши отцы, они выкрутились, они только будут говорить о том, что наши отцы сказали, что наша родина Франция, и так оно им получилось, да, и так оно им получилось. Этот Сен-Ядрин возглавал раб Кремье из Италии, как мы с вами сказали, Италия была в Франции, вот, и биография его детей не очень-то, скажем, вдохновляющая, они ушли в христианство, вот, поэтому, не поэтому, да, но в любом случае нужно понимать, что есть идея, от которой нельзя отказаться, эта идея, именно идея возвращения. Можно затереть как-то какие-то моменты, но ни в коем случае никогда не отказываться от идеи возвращения, от идеи возвращения. Спасибо большое. Мне... Ну, там есть еще один момент, не столь, так сказать, глобальный, момент неправды, которым очень легко, так сказать, поймать на этом. Это касается, касающийся ростовщичества, потому что, окей, они могли не знать, что евреям евреям деньги в рост давать запрещено. Значит, вот некий ростовщик, значит, к нему приходят по одному клиенты, значит, что он там с евреями берет у них, он лихву или не берет, неизвестно. Но христиане-то знают, что с них проценты берут. Поэтому ответ на вопрос, что нет, не берут ни из тех, ни других, тут как бы очень легко поймать на неправде. Вы правы, совершенно. Вот. Но что важно само заявление, понимаете? Важно само заявление. Но я понимаю, проблемы есть, но как бы главную линию, по-моему, вы наметили очень правильно. Я сейчас, вот, Тимофей поднимает руку, пожалуйста, если я с удовольствием попробую ответить, вот, а я смотрю чат. Да, я абсолютно поддерживаю предыдущего оратора. От идеи ни в коем случае отказываться нельзя. Родина только одна, это Израиль. Надо найти какие-то другие способы, как доказать свою любовь к Франции, уважение к Франции. А главное, главное, подкрепить слова хорошим взносом во французскую казну. Это правители любят. Вот. Я думаю, это бы всех убедило. Замечательно. 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 Есть что-то еще? Есть еще какие-то предложения? Вот здесь в чате есть. Спасибо, Равзеев. По-видимому, можно было сказать так, как предписывает Тора, то есть Израиль это вечная родина еврейского народа. Отлично. Спасибо за интересный урок. Окей. Хорошо. Давайте, пожалуйста, что еще? Равзеев. Можно несколько другого, чем Анаполеон? Конечно. Конечно. Да. Как можно оценить первую Лию 42 тысячи? Как недостаток? Как действительно, что это был не успех? или это все-таки был успех? Потому что количество было гораздо больше евреев? От 42. Да, да. Да, мы не успели прочитать весь текст, там говорится прямо в тексте, что это небольшое число людей из тех, кто проживал в Бавиле. Здесь ситуация такая, и мы увидим это, я надеюсь, в продолжении на следующем уроке. Ситуация такова. Есть предсказания Иеремиягу, что через 70 лет вернутся из Бавиля, но когда кончатся эти 70 лет, от какого года отчитывать? И мы с вами говорили, что Даниэль начал молиться раньше, он как бы понимал, что срок еще не пришел. Есть вот здесь какая-то возможность увидеть, что должно начаться возвращение в 368 году, но он понимал, что срок еще не пришел, но он молится отчаянно для того, чтобы Всевышний дал возможность. Вот приходит Корыш, и все смотрят на него, и говорят, неужели это неужели это тот царь, который должен стать освободителем сыновей Израиля, да, и должен был прийти какой-то человек духовный, который поведет за собой, который утвердит государство, государство Торы, в высоком смысле слова, построит храм, такой храм, что он повлияет на весь мир, что же это такое, что же тут произошло. Конечно, это что-то неистинное, неистинное. Нужно было, наверное, нужно было, наверное, посмотреть на руководителей поколения, что они все-все поднялись и пошли, но это не сделали, прямого пророческого повеления не было. Картина изменилась через 18 лет, в 352 году, когда нужно было построить, нужно было завершить строительство храма, и был прямой призыв пророков, и не одного, и не один день, день за днем, день за днем, какое-то новое пророчество, и здесь нужно было подняться и прийти. Поэтому Гемара в трактате Брахот говорит, что если вы поднялись во времена Эзры, не Зарубавеля, а через 18 лет, во времена Эзры, когда был призыв пророков, и тем более мы с вами говорили, что были годы очень трудные, и все видели в этом приселении неудачу, и было непонятно, устоит ли это еще не государство даже, а поселение какой-то, какая-то общая зрителей в Иуде. Я с вами не успел посмотреть маленький клочок, мы в следующий раз посмотрим маленький клочок, который заняли, вернулись, рассыпались по всем городам, но прочная государственность была, или прочные какие-то основания для жизни были на небольшом куске, и трудно было предъявлять претензии к людям, что они не встали и не пошли, трудно было говорить, но когда был призыв пророков, нужно было встать, подняться и пойти, и Гемара говорит, если вы поднялись, то был бы во времена Эзры, то был бы исход как из Египта, во времена Эзры тоже не поднялись, пришло с ним несколько тысяч человек, не откликнулись, это как бы такая ситуация, то есть речь и вот, к сожалению, не успели добраться до этого, с Харья сразу говорит им, послушайте пророков, пророки не всегда будут, вот мы сейчас вам говорим, что надо вернуться, это критическая точка, критический момент, бегите из страны северной, нет, не послушали и здесь был гнев Всевышнего, А почему такое странное имя Зорубавель, это же его вавилонское имя, хотя пророки его пишут, но пишут Бен Шатиле, то есть упоминают отца, зачем это Зера, то есть семя Бавеля, что ли, да? Да, вы правы, да, более того, подавляющее большинство комментаторов, в том числе да, отца Фримна, которого я ориентируюсь, потому что он очень хорошо соотносится с историческими данными, он говорит о том, что настоящее имя Зорубавеля это не Нехемия Бен Хакилай, да, что он потом возвращается в Иерушалаем, как Нехемия, а Зорубавель это его имя, которое у него было еще при Халдеях, при Вавилонском дворе, там как бы так же, как и Даниелю для Халдеев, для Новохудней Цары это было важно, Даниелю, Ханане, Мишеле, Азаре, он присвоил имена, имена халдейские, и даже халдейских божеств, да, также ему, вот, и видно, ему было важно, что при дворе были люди, которые носят имя, указывающее на Бавель, Зорубавель, да, родившийся в Бавеле, или для Новохудней Цары, может быть, это тот, кто посажен в Бавеле, и там будет всегда расти, да, вот, а мы видим, что он уже второй раз возвращается как нехемия, потому что, как мы понимаем, как это было во многих странах, и сейчас продолжается в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, при рождении дают еврейское имя, а потом добавляют к нему какое-нибудь типично американское. Хорошо. Ладно, что-то есть еще спросить? Равзеев, вы дедушка, спасибо, я и так забыл, надо заканчивать. Да, это правда, нет, но я решил проблемы, да, просто, это очень редко бывает, но иногда никого нет другого, кто может решить проблемы. Так, хорошо, спасибо большое. Вам спасибо. Мне, может быть, спасибо, но вам тоже, потому что я благодарен за активное участие, и надеюсь, что мы в будущем с вами продуктивно продвинемся с Божьей помощью. Получается, что как-то и возвращаешься к одному и тому же, но каждый раз есть какие-то детали, да, мы фактически затронули начало эпохи второго храма, а здесь очень-очень много, много деталей, может быть, еще больше, чем в эпоху первого храма. спасибо большое, всего самого доброго, благополучия, уже жду следующей встречи с вами. Спасибо. Окей, всем счастливо, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.